Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вспомнилось, но тут студенческое время. Первый курс. Москва отправляет нас на картошку. Уехали мы километров за 100, по-моему, от Москвы. Поселились на территории пионерского лагеря. Кормили самостоятельно. Несколько девчонок из состава отряда выделили в поварихи. И они ударно кашеварили на весь отряд. Веселое время было. Так вот, они нас накормили как-то котлетами, такими крупными, с целым курином яйцом внутри. Понятно, это было сделано для экономии. Мясо дорогое, яйца все-таки гораздо дешевле. И львиную долю объема этой котлеты составляло куриное яйцо. Если бы из этого мяса отдельно котлету слепить без яйца, то там вот такусенькая фигурочка получилась бы. Все бы, ничего, я понимаю, экономия, но яйцо было сварено вкрутую, и это было как-то суховато и неинтересно. И вот я задумался, как бы так подобрать режимы, чтобы желток внутри яйца в такой котлете остался жидким. И вот сегодня я решил провести эксперимент. Короче, здесь у меня свинно-говяжий фарш, лук, чеснок, мука, панировочные сухари, сырое яйцо и масло для фритюра. А здесь вареные яйца. Я их вчера опустил в кипящую воду на 2 минуты, проварил, быстро охладил и отправил в морозилку на ночь. Хочу пробовать сразу два типа тепловой обработки. Парочку котлет обжарю в фритюре, а парочку запеку в духовке. Начну я с доведения фарша дома. Надо все это измельчить и часть фарша сразу добавить. Ну и соль, перец, конечно. Мясо на фарш. Мне вчера в магазине мясник пустил, а там не попросишь, чтобы он сразу и лук, и чеснок добавлял. Конечно, если бы я сам все готовил, то сразу бы и лук, и чеснок сюда. Но с другой стороны, фарш без этих добавок хранится дольше. Прежде чем котлеты формировать, нужно масло разогреть и печь курска чигарит. Все, можно формировать котлетки. Для фритюра я ее запанирую, а в духовку отправлю без панировки. Потому что панировка в масле позволит быстро получить корочку, а вот в духовке она не хороша. Фарш жирный, а скорость нагрева продукта в духовке гораздо меньше, чем в раскаленном масле. Поэтому я считаю, лучше без панировки. Я не повар, я инженер котла-реактора-строитель, и все мои размышления на кухне – это плод чтений кулинарных книг, справочников и моего энергетического образования. Задача у меня сейчас – как можно быстрее пропечь верхний тонкий слой мяса, и при этом, чтобы теплота вовнутрь яйца не успела пройти, чтобы она жидким осталась. В 50-200 градусов. Скорость теплопередачи в масле гораздо выше, чем в атмосфере, в воздухе, в духовке. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс в духовке, я дополнительно еще и к 200 градусам режим конвекции включил. Температура масла, думаю, высоковата. Сейчас здесь 108-185, поэтому панировка так быстро темнеет. Впрочем, эксперимент все и покажет. Сейчас разрежем, внутренностью увидим, будет понятно, куда двигаться дальше. Итак, смотрим. Да, я бы сказал, это фиаско. Сначала даже думал, что не буду этот ролик публиковать, но решил, слишком часто меня упрекают, что у тебя все получается, так не бывает. Дело в том, что я неудачные рецепты обычно не показываю. Вот сейчас специально оставлю и покажу, что да, вот у меня такие эксперименты проходят. Значит, на мой взгляд, добиться нужного мне результата можно, если сделать слой мяса еще более тонким. Наверное, так. Потому что, вы видите, мясо внутри, по вот этой самой корочке, осталось не сухим абсолютно. То есть, оно сочное, даже слегка розоватое, как бывает в этих самых, в бифштексах. Не в бифштексах, в рульных, а в бургерах хороших, которые делаются с хорошего мяса. То есть, оно еще вот не доготовилось, а желток уже плотненький, уже не течет. Не знаю, если кто знает, как с этим делом справиться, напишите в комментариях. Я попробую, может, мне получится добиться нужного мне результата. Что касается цвета панировки в фритюре, она так погоречневела. Если сделать температуру пониже, 160-170, то да, панировка будет светленькая, светло-желтая. Но тогда придется дольше держать эту котлету в масле, во фритюре, соответственно, чтобы мясо проготовилось. Соответственно, теплота еще больше успеет пройти вовнутрь котлеты, и желток еще больше свернется. Он и часто тут такой, знаете, ну, уже не в смятку. А если еще дольше держать, ну, вкрутую получится. Короче, надо думать над процессом. Ладно, спасибо, что вы со мной. Обязательно напишите свои рекомендации по приготовлению этого блюда, для того, чтобы желток остался сырым. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok